Ну сейчас закрепляешь, да, еще один стежок сделаешь и все. Уроки технологии, русский язык, литература, физкультура, любимые предметы шестиклассницы Аллы. Ей нравится все, что связано с творчеством и фантазией. Несмотря на то, что девочка родилась без кистей рук, это не мешает ей учиться в обычной школе. Занимается она хорошо. Значит, ребенок очень трудолюбивый. У нее много фантазии. Это творческая личность. Она любит рисовать, любит заниматься на уроках технологии. Ну, немножко помогаем ей. А в основном она справляется сама. Своё трудолюбие Алла подтверждает многочисленными выставками картин. В этом году открылось уже 12-е. Рисует и ногами, и руками. Вдохновение, как правило, приходит в процессе творчества. Я когда рисую, всегда не знаю, что получится. Иногда бывают какие-то животные. Иногда бывают какие-то другие иностранные звери. Но иногда бывают люди. Цвета только яркие, потому что Алла считает, что грустить и унывать – это неинтересно. Благодаря своему творчеству она стала первым ребенком-обладателем Международной премии «Филантроп». Ее вручают людям с ограниченными возможностями здоровья. Но для самой девочки такие призы не главное. Своим творчеством 12-летняя художница хочет мотивировать людей делать добрые дела и совершать хорошие поступки. Если человеку грустно, он может посмотреть на мою картину и как-то у него настроение поднимется, он тоже будет делать что-нибудь такое хорошее. Я хочу людям сказать своей выставкой, что то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно это продолжать и развивать. Алла мечтает стать писателем и помимо картин радовать людей еще и волшебными, добрыми сказками. Она считает, что в этой жизни нет ничего невозможного и всеми силами хочет доказать это миру. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.